Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги Второзакония, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Война. У нас вот только что была 19 глава с гражданским правом, причем в основном про границы, да, границы между земельными наделами, но больше про границу между убийством предумышленным, непредумышленным, между свидетельством ложным и истинным. А война это по определению сдвигания границ, переход границы, да. Что же происходит во время войны? Ну, сегодня для нас война это событие редкое, и, в общем-то, большинство людей не имеют никакого опыта участия в войне или не были свидетелями боевых действий, и слава богу. В древности совершенно наоборот, то есть война периодически вспыхивает, она не такая тотальная, как сегодня, но, естественно, нет там авиации, танков, тем более атомного оружия, поэтому она не грозит такими колоссальными разрушениями. Но вот столкновение между соседними народами и племенами – это обычное дело, то есть любой нормальный мужчина два-три раза воевал в своей жизни, как минимум. А поэтому это тоже важная часть законодательства. «Когда вы пойдете сражаться с врагом, увидите коней и колесницы, войско более многочисленное, чем ваше, не бойтесь». Опять начинается с того, чтобы объяснить людям, что все это не очень страшно. И израильтяне, понятно, это небольшой народ на самом деле, там великий Египет, из которого они ушли. Впереди Ханаан более высокая цивилизация, там уже давно Железный век начался, а израильтяне еще в него не вошли. И, соответственно, надо дать им какое-то ободрение, надо объяснить им, что все не так страшно, как им может быть кажется сейчас. «И с вами Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта. Пусть перед боем священник обратится к войску и скажет, слушай, Израиль». Вновь эти слова, которые уже звучали, это обращение ко всему Израилю и самое главное. «Сегодня вы вступите в бой с врагом. Не будьте малодушны, не бойтесь, не пугайтесь, не ужасайтесь. Господь, ваш Бог, идет вместе с вами, чтобы сразиться с врагом за вас и даровать вам победу». Вот это самое главное, что Бог с ними, но здесь больших комментариев не нужно. А вот дальше очень интересно. А что интересно служит основанием для освобождения от военной службы в военное, подчеркиваю, в военное время? В мирное вообще никакой военной службы нет. То есть война – это когда мужчины собираются, берут у кого что есть и идут воевать. Ну что, справка о состоянии здоровья, наверное, да, или форма очного обучения, как сегодня. А ничуть. «А старосты пусть скажут войску». Да, вот там священники, они про Бога, а старосты, они про людей. Но это тоже важно. Вот все вместе. Нету отдельно религиозного и светского. А вот это единая жизнь Израиля. Итак, о старосты пусть скажут войску. Если кто-то из вас построил дом и еще не обновил его, пусть возвращаются домой. Иначе может случиться так, что он пойдет в бою и другой человек обновит его дом. Обновит, ну то есть начнет в нем жить, новоселье справит. Если кто-то из вас насадил виноградник и еще не собрал урожай, пусть возвращаются домой. Иначе может случиться так, что он пойдет в бою и другой соберет урожай с его виноградник. А виноградник это вообще-то не редиска, знаете, он долго растет, то есть это проходит годы, возможно, десятилетия, прежде чем он даст урожай, из которого можно сделать вино. Если кто-то из вас обручился с женщиной, еще не женился на ней, пусть возвращается домой, иначе может случиться так, что он пойдет в бою и другой женится на ней. Ничего себе, то есть строительство дома, посадка виноградника и обручение с девушкой – достаточная причина не идти на войну. А почему? А потому что частная жизнь выше. Вот в советские годы нам все объясняли, что личное – это ничто, главное – это общественное, жила бы страна родная, а мы как-нибудь. И ломали дома, вытоптывали виноградники, и семейное счастье вообще считали каким-то навозом под ногами. А вот здесь ровно наоборот. Смотрите, а для чего вообще люди воюют? Для того, чтобы защитить свой дом, свою женщину, свой виноградник. Правда? Так если у тебя вот есть дом, виноградник и женщина, которыми ты еще не насладился, с которыми ты еще вот не побыл, не пожил, ты иди и живи, это важнее. Вот это удивительная совершенно норма. Иногда говорят, ветхозаветное законодательство жестокое, местами да, но здесь оно либеральнее любого современного законодательства в странах с всеобщей воинской повинностью. Но этого как будто мало. Затем старосты должны сказать войску, если кто-то из вас боязлив и малодушен, пусть возвращается домой, чтобы своей трусостью не заразить другим. Смотрите, можно просто вообще взять и уйти без особых причин. Да, ты тогда трус. Наверное, это все будут помнить и клеймить себя до конца твоих дней, но у тебя есть на это право. Вот это, конечно, поразительно, что ситуация войны, когда, казалось бы, надо мобилизовать всех, погнать всех немедленно, там, заградотряды, казни показательные, расстрелы перед строем. А все ровно наоборот. То есть войско, нет профессиональной армии, но войско состоит из добровольцев, по сути. Каждый мужчина, который в этом строю, он доброволец. Он не раб, которого гонят, и он знает, что если он не пойдет на войну, то его там и забьют, убьют, лишат всего имущества. После того, как старосты закончат свои речи перед войском, должны быть назначены предводители, которые встанут во главе войска. Тоже важный принцип. Сначала войско формируется, только потом предводители. Почему? Потому что иначе слишком легко предводитель становится как бы господином этого войска. Вот это уже армия Юлия Цезаря, которая предана лично Юлию Цезарю и исполняет только его приказы. Нет, предводитель — это такая функция. Вот в бою нужен командир, без него не получится. Вот на время боя выбирается командир. Но это не войско этого командира. Ну ладно, а как вести боевые действия? Подойдя к городу, с которым вы собираетесь воевать, сперва предложите этому городу сдаться без боя. То есть решайте все вопросы мирно, пока это возможно. Если предложение будет принято и вам откроют ворота, то пусть все, кто живет в городе, впредь несут трудовую повинность, работают на вас. Тем не менее, они подчиняют себе, соответственно, этих самых жителей города. И это не пацифизм. Все-таки предполагается некоторая форма завоевания, но без насилия. Только трудовая обязанность. Если же город не сдастся и решится воевать с вами, начинайте осаду. Когда Господь ваш Бог отдаст город в ваши руки, всех мужчин в нем поразите мечом. Ну, а не вражеские солдаты. Вот тогда воин и мужчины – это синонимы. А женщин, детей, скоты и все, что есть в городе, можете взять себе как добычу. Пользуйтесь всем тем, что возьмете у врага как добычу. Тем, что отдаст вам Господь ваш Бог. Так вы должны поступать с теми городами, которые находятся далеко от вас и не принадлежат здешним народам. Имеется в виду Ханаан, потому что с Ханааном ситуация особая. «А в городах здешних народов, чью землю Господь ваш Бог отдает вам во владение, не оставляйте в живых никого, предайте их всех, заклятие уничтожьте. Хеттов, Амареев, Хананеев, Перезеев, Хивеев и Еусеев». Перечисление местных народов. «Как повелел вам Господь ваш Бог. Иначе они научат вас творить все те мерзости, которые они творят для своих богов, и вы согрешите пред Господом вашим Богом». Ну вот это было так. Все, что я могу сказать, к сожалению, это да. «Если вы, стремясь захватить город, долго осаждаете его». А вот дальше интересно. «Не уничтожайте деревья в его окрестностях, не рубите их топором, не ешьте их плоды, а деревья не срубайте. Разве деревья в поле – это люди, чтобы тоже оказаться в осаде? Уничтожайте лишь те деревья, о которых вы знаете, что они не приносят съедобных плодов. Рубите их и сооружайте из них приспособления для осады вражеского города, пока он не падет». То есть, нашествие не должно превращаться в опустошение. Вот тоже важный принцип. Земля дает свои плоды. В конце концов, рассказ о сотворении мира, он показывает, что по воле Божьей это все сотворено. Поэтому прерывать вот это плодоношение нельзя. Вы можете захватить эту территорию, да. Но вы не должны ее вытаптывать, вы не должны сжигать ее. Кстати, это была обычная практика в те времена, если осадили город. Ну, взять город – довольно трудное дело, не всегда удается. А вот вырубить и выжечь его окрестности так, чтобы там нигде ничего не росло – это запросто. И понятно, что тогда, даже после снятия осады, местное население просто от голода начинает вымирать. Вот этого делать нельзя, то есть война не должна быть войной на уничтожение, на истребление. Завоевание – да. Даже уничтожение людей, если это ханане, или если это те, кто с вами воюют – да, это допустимо. Ветхий Завет местами жестокий, правда. А вот война, как выжженная земля, вот все эти напалмовые выжигания джунглей, все эти ковровые бомбардировки – вот Ветхий Завет уже это запрещает. Что будет дальше? А дальше тоже продолжение в 21 главе различных положений уголовного и гражданского, как мы сегодня это называем, законодательства. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова